Тоже будут ходить в специальной форме, ну а мы сейчас находимся в школе номер 189. Это музей имени Александра Маринеска, знаменитый командир подводной лодки С-13, которая участвовала в боях в годы Великой Отечественной войны на Балтийском море. И вот в этом музее мы сейчас можем увидеть трех замечательных юных моряков, я бы так сказал, в настоящей такой форме морской. Друзья, это у нас Иван, это Семен и у нас Сонечка замечательная, девочка Кадя, как ты видишь, тоже в специальной морской форме. Ну что же, друзья, я думаю, вы уже, наверное, знаете, как правильно называются ваши и головные уборы, да, и элементы вашей одежды. Давайте вот узнаем, знаете ли вы, Иваня, вот как называется головной убор, который на тебе? Он называется без козырка. Без козырка, правильно. А вот то, что у тебя под рубахой надето, что это? Тельняшка. Тельняшка. Тельняшка, тельняшка. А давайте спросим вот у Семена. Семен, сколько полосок на тельняшке? Две. Две. Какие? Синие и белые. Ну ты правильно, молодец. Какой? И давайте у Сонечки спросим. Соня у нас, наверное, самая такая любознательная. Соня, вот как правильно называется вот этот элемент одежды, который с тремя полосочками? Гюльс. Гюльс. А почему три полоски, знаешь? Три победы. Три победы. Три победы военно-морского флота. Какие умные у нас ребята здесь сидят. И, кстати, все из них, ну практически все, да, хотят стать моряками настоящими. Вот, Вань, ты мне рассказывал до эфира, почему ты хочешь стать моряком? Потому что я, когда вырасту, хочу стать морским офицером. Морским настоящим офицером, командовать личным составом, правильно? Да. На корабле или на подводной лодке ты хочешь? На корабле. На корабле. А почему на корабле? Потому что там есть пушки. Там есть пушки, отлично. Семен, а ты почему хочешь у нас стать моряком? Потому что мы однажды ходили с классом смотреть Полтаву, как строится, и я замечтал на ней выйти в море. Правильно. Я думаю, все у тебя обязательно получится. Ну и самый необычный ответ, наверное, будет у Сони. Соня, ты почему у нас хочешь стать моряком? Ну, я хочу научиться заряжать и перезаряжать оружие. Заряжать и перезаряжать оружие тоже, это, кстати, важный элемент службы. Ну что же, замечательные дети. Давайте пообщаемся с теми, кто стоял у истоков создания этого специального морского класса в этой школе. Александр Петрович, Анна Сергеевна. Александр Петрович, полковник у нас. Вот расскажите, да, почему вообще важно в школах создавать вот такие морские классы? Работая в свое время директором Музея истории подводных сил России имени Александровича Маринеско, мы тесно дружились со 189-й школой. И, в общем-то, самая главная задача, нас как офицеров, это воспитание чувства патриотизма. И этот патриотизм, это основа, это фундамент жизни и деятельности государства, его защиты. И при участии администрации Калининского района, отдела районного образования и лично директора 121-й школы Нины Николаевны Веселовой. У вас музей тоже там появился, да, в том районе в Калининске? Да, у нас давно этот музей, и мы организовали кадетский класс. Ну, а когда Анна Сергеевна, директор социальной школы, а мы общались с ними, так как они правоприемники, мы правоприемники этого музея, который вырос из школьного в городской, мы, в общем, задумали и здесь организовать этот класс, кадетский морской класс. Который здесь появится уже, я так понимаю, с 1 сентября, да, третий класс, и в этом классе как раз будут учиться наши замечательные детки. Анна Сергеевна, вот что, помимо того, что дети в форме, какие у них будут, я так понимаю, дополнительные занятия по морскому делу? По морскому делу во второй половине дня у них будут включены такие курсы, как морское многоборье, плавание, шахматы, элементы преподавания физики, математики, двух иностранных языков. И что самое главное, что преподавать морские предметы, связанные с изучением истории военно-морского флота и вообще истории России, будут офицеры из военного института военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. И, конечно, неоценимую помощь нам также оказывает морской технический колледж имени Синявина, который является ресурсным центром курирующей школы и морские классы в городе Санкт-Петербург. Вот вы сказали, будут заниматься плаванием, то есть у вас где-то бассейн или вы будете водить в бассейн? Да, мы будем водить в бассейн. Мы уже договорились с бассейном, который также располагается в центральном районе. И раз в неделю дети будут посещать этот бассейн. Это прекрасное, прекрасное занятие. Ну, давайте мы, наверное, посмотрим, как уже дети готовы к тому, чтобы начать занятия, в том числе и по строевой подготовке. Правильно, это тоже важно для будущих моряков. Александр Петрович, я вас попрошу сейчас скомандовать нашим замечательным деткам. Ваня, Семен, Соня, посмотрите на эти внимательные лица. Они уже готовы постигать и морские знания в своей замечательной форме. Александр Петрович, командуйте. Без команды не встаем. Без команды не встаем, ребят, обратно. Становись в одну шеренгу. Равняйсь. Смирно. Направо. На занятия шагом. Марш! Спасибо. Спасибо.